Четверых граждан Шри-Ланки выдворили из Казахстана за нарушение миграционного законодательства. Молодых мужчин в возрасте от 20 до 26 лет обнаружили сотрудники транспортной полиции Уральска во время рейда. Сроки действия их виз истекли, сами же они покидать страну, по всей видимости, не собирались. Нелегалов по решению суда оштрафовали и на пять лет запретили въезд в Казахстан. Всего за три дня рейда в Страже порядка раскрыли 11 преступлений по горячим следам. Выявили больше тысяч административных правонарушений, в том числе полсотни связанных с мигрантами. Тайник с оружием обнаружили полицейские в области ЖТСУ. Два нарезных карабина, около 300 патронов и бронежилеты были спрятаны рядом с кладбищем недалеко от горного перевала в Коксусском районе. Оперативники установили, что оружие и боеприпасы похищены из специализированных магазинов «Полматы» во время январских беспорядков. Возбуждено уголовное дело. Все изъятое направили на экспертизу. На качество спортивных площадок жалуются жители Туребийского района Туркестанской области. Рассказывают, что занятия на них могут обернуться травмами. К примеру, на футбольном поле в селе Коксайек подрядная организация вместо газона уложила щебень. Понятно, что играть на нем невозможно. Оно пустует. При этом на строительство затратили 13 миллионов тенге. Два года назад сельчане обрадовались, когда началось долгожданное строительство спортивной площадки. Выделили 13 миллионов тенге. Но радость их длилась недолго. Качество работ не выдерживает никакой критики, возмущаются жители. Сетка рвется, не выдерживает ударов мяча. Здесь все некачественное. Но самое главное, как можно играть в футбол на щебенке. Поверх щебенки постелили тонкий газон. Дети, играя, падают. Несколько человек так ранили руки и ноги. Через месяц этот газон свернулся, а затем и вовсе порвался. Родители перестали отпускать своих детей на это место. Аналогичная ситуация в городе Ленгер. На трех площадках, построенных год назад за 27 миллионов тенге, сломаны ограждения и разрушены ворота. Подрядчикам в судебном порядке обязали устранить недоработки. А вот строители, которые возводили площадку в селе Коксайек, до сих пор ищут. Судоисполнители сообщили, что компания в Шимкенте. Мы несколько раз отправляли письма по указанному адресу. Теперь сообщают об изменении местоположения компании. Возможно, находятся в Алматы. Сотрудники выясняют эти подробности. Жители опасаются. Если поиски подрядчика не дадут результатов, он может избежать ответственности. Ведь гарантийный срок работы стекает уже в следующем году. Рост Саткана Жандо Жумабек, Ирбулатабиш, Хабар-24, Туркестанская область. Теперь о событиях в мире. В порту Сиднея пришвартовался круизный лайнер, на котором выявили 800 заболевших коронавирусом. Это примерно каждый пятый, кто был на судне. Сообщается, что круиз длился 12 дней. Резкий рост заражений начался примерно на половине пути. Офицированных изолировали по каютам. Болезнь у большинства протекала легко. У некоторых и вовсе не было симптомов. Остальных обязали носить маски. Отмечу в пандемию. Опасаясь вспышки инфекции, Австралия вводила запрет на стоянку круизных лайнеров в своих портах. Но весной этого года его сняли. А в Китае за сутки выявили максимальное с апреля количество случаев коронавируса. Почти 12 тысяч. Сообщается, что из них только порядка полутора тысяч сопровождались симптомами болезни. Остальные – бессимптомные. В Гуанчжоу с населением 19 миллионов человек. Больше трех тысяч случаев. Власти потребовали от жителей нескольких районов не покидать дома и издавать тесты на вирус. В городе закрыли школы, приостановили движение автобусов и метро. Отменены авиарейсы из Гуанчжоу в Пекин и другие крупные города КНР. Рекордная инфляция вынуждает все больше британцев обращаться за помощью в благотворительной организации. Если раньше в основном это были люди с низкими доходами, то сейчас нередко со средним достатком. Потребительские цены за месяц выросли на 10%. И в первую очередь подорожали основные продукты питания. Такие, например, как молоко и сахар. С апреля по сентябрь продовольственные банки раздали около полутора миллионов продуктовых наборов. За помощью с начала года обратились свыше 320 тысяч человек. А во Франции растет спрос на отечественные товары. Согласно данным опросов, французское происхождение товара является одним из трех главных критериев выбора. Наравне с ценой и качеством. Все подробности у нашего собственного корреспондента в Париже. Алиис из Дыковой. Национальная выставка Made in France в этом году отмечает свое десятилетие. Ее запускали тогда, когда в моде было засилие иностранных брендов. Сегодня ситуация выглядит иначе. Я действительно готова платить чуть дороже за произведенные во Франции товары, чтобы не покупать то, что было сделано в другом конце мира. Да, это важно. Так же, как и с овощами, всегда смотришь, откуда они были привезены. Последние 3-4 года я обращаю внимание на этикетки товаров, которые покупаю. Я интересуюсь в первую очередь способом их производства. Есть такая тенденция, но все зависит от цен и от среды. Я была удивлена, потому что думала, что это дороже, но оказалось не так. Есть вера в реконструкцию экономики, потому что, как оказалось, местный товар не обязательно будет дорогим. Если для крупных компаний обратная релокация производств из Азии в Европу связана с недавним санитарным кризисом, то малый и средний бизнес уже давно пытается вернуть моду на отечественные товары. 25 лет назад находившуюся на грани закрытия фабрику выкупила семья Мари. Так появился новый бренд пчелочно-носочной продукции в регионе Вагес. Сегодня фабрика выпускает около 8 миллионов носков в год и успешно конкурирует на французском рынке с турецким и китайским текстилем. Прошлый год оказался рекордным по части продаж. Мы всегда хотели производить во Франции 100% французский товар. Хотели идти против обстоятельств, чтобы в нашем регионе делать качественный товар. Сегодня мы его реализуем во Франции, но также за пределами ее границ. Французский малый бизнес сегодня производит, кажется, все. И товары для дома, и косметику, и одежду, и игрушки. И даже вполне в духе времени перевоплощает старые радиоприемники в блютуз-проигрыватели. За три дня выставки в этом павильоне ждут около 100 тысяч визитеров, многие из которых придут в салон специально, чтобы закупиться подарками к Рождеству и Новому году. Есть несколько причин. Есть экономический патриотизм, потому что все знают, что когда мы потребляем французские товары, мы создаем рабочие места во Франции. Есть идея экологичности потреблять недалеко от места производства, так как на логистику промышленности приходится немалая доля выбросов углекислого газа. Но также важно сохранение французского производственного опыта. Мы первые в мире производители льняного волокна, 80% всего мирового объема. Но в нашей стране больше нет предельного производства. Мы утратили этот опыт. Идея в том, что его нужно поддерживать, чтобы сохранять производственные цепочки всех индустрий в стране. Ренессанс местного производства для французов пока отразился на трех ключевых секторах – продуктов питания, косметики и одежды. Последние опросы показывают, что больше 80% французов готовы покупать меньше, но лучшего качества. Что для жителей Пятой Республики значит выбирать продукцию отечественного производства. Алиаса Сдыкова, Руслана Мержан, Хабар-24, Париж, Франция. Вернемся в Казахстан. Город в стиле хай-тек. Каким должен стать Кунаев уже в скором будущем, журналистам и блогерам рассказали архитекторы. Границы областного центра планируют расширить улицы, благоустроить и возвестить десятки новых объектов для туристов. Подробнее в следующем материале. Более 2 миллиардов тенге вложено в восстановление линий электропередачи, водоснабжения, благоустройства улиц и скверов нового областного центра. В городе реализовали 22 проекта. Еще предстоит большая работа. У нас будет самый крупный в Азии скейт-дром, скейт-парк, реконструкция нашего центрального парка, парка Победы будет. В Кунаеве очень много, каждый год проходит велоспорт. Вот у нас велодорожки будут, они трассироваться. Строительство спорткомплексов, соцобъектов, инженерной инфраструктуры. В генплан города вносятся изменения. В областном центре остро испытывают дефицит жилья. Так, в ближайшие три года новый многоэтажный жилой массив вырастет на площади в 50 гектаров. Там будет строиться жилье по программе Норлжир. Кроме этого, частные застройщики изъявили желание инвестировать на строительство жилья. В связи с этим мы сейчас уже активно начали в этом направлении работать. В настоящее время мы уже запланировали 107 домов, в том числе 13. Это за счет бюджета, а остальные за счет частных застройщиков. Туристический кластер власти намерены развивать на территории Грин-сити и северного побережья Капшигайского водохранилища на территории в 1800 гектаров. Строить новые туробъекты дизайнеры предлагают в стиле хай-тек. Нас Гульбаша, Наяд Исимбаев, Хабар, 24, Алматинская область. К Казлардинскому ансамблю Жан Шуахта Ажелер за вклад в культурное развитие страны присвоили звание народного. Фольклорный коллектив появился 15 лет назад в селе Бесарак. И сегодня практически ни один праздник в регионе не обходится без его участия. О самых известных в регионе бабушках расскажет Райхан Тажибаева. ПЕСНЯ Вокалистки ансамбля к делу относятся ответственно и с большой любовью. Даже пандемия для нас не стала преградой. В тот период мы проводили онлайн-концерты и организовывали выступления на полях. Дарили песни и хорошее настроение аграриям и механизаторам. Одно огорчает – болезнь унесла несколько членов нашего коллектива. ПЕСНЯ Самой старшей вокалистке 75 лет, младшей – 58. Владеют не только искусством вокала. Их в селе по праву считают хранительницами национальных устоев, традиций и обычаев. Раньше наши бабушки из верблюжьей шерсти вязали тёплую одежду, которая спасала метель и буран. Из овечьей шерсти ткали ковры и украшения для юрты. Учили нас своему мастерству. И мы должны передать эти бесценные знания молодым. Как приготовить курт и сыр, вшить лоскутное одеяло и ткать ковры. Рукоделие и прикладное искусство у нашего народа в крови. Эти знания всегда передавались из поколения в поколение. И для нас тоже очень важно сохранить наши национальные традиции и культуру. Наша задача – бережно хранить национальные традиции и передавать их потомкам, говорят солистки ансамбля. А пение помогает им созидать и любить. Мечты сбываются. 150 юных артистов с особыми потребностями приняли участие в галоконцерте фестиваля Армана Сулара. Он собрал самых талантливых детей со всех уголков Казахстана. Они представили свои номера в разных жанрах, среди которых хореография, вокал, инструментальное и жестовое исполнение песни, а также дизайн национальной одежды. Вместе с детьми выступали и звезды казахстанской эстрады. А в холле организовали выставку поделок. Мы постарались сделать так, чтобы они выступили на самой главной площадке нашей страны, в центральном концертном зале «Казахстан», чтобы они показали свое творчество. Выступление в сердце нашей родины, в городе Астана – огромная мотивация для наших детей. И сила творчества, сила искусства, она настолько мотивирующая и настолько их сближает всех, что вы увидите замечательные примеры искусства. В нашем ансамбле около 30 детей. Это ребята из коррекционных классов с нарушением слуха. Сегодня на фестиваль приехали 14 детей. Они подготовили танец «Стеляги». Настрой у всех хороший. И о спорте. Две золотые и три бронзовые медали завоевали казахстанские парадзиудаисты на чемпионате мира в Баку. Честь страны защищали 18 членов национальной сборной. Одна из них – Хакмарал Аватбек. В финале наша землячка одержала победу над двукратной призеркой паралимпийских игр француженкой Мартинет Сандрин. И завоевала первое золото. Вторую медаль «Высшие пробы» в копилку нашей команды принес Ергали Шамейс, умевшая одолеть спортсмены из Германии весовой категории до 73 килограммов. Напомню, чемпионат мира по парадзиуда провозят каждые 4 года. В этом году в нем приняли участие больше 300 паратлетов из 40 стран. Соревнование прошло на высоком уровне. Приехали спортсмены из 40 стран. Благодарю всех, кто ждал нас, кто встречает сегодня. В ближайшее время у нас будет чемпионат Азии, затем азиатские игры. В них я тоже приму участие. И к этому часу у нас все. Всего доброго.